Друзья, приветствую вас на канале Family Hobby. Сегодня мы поговорим о том, как из финиковой хосточки вырастить вот такое прекрасное растение. Нашей пальмочке уже седьмой год. Выглядит она мне, как мне кажется, прекрасно. Высота её около полутора метров. И если вы любите пальмы, то очень рекомендую вам именно эту пальмочку вырастить из косточки. Почему я рекомендую вырастить её из косточки, а скажем, не купить в садовом центре? Потому что вы получите воистину неприхотливое и неубиваемое растение. Это я знаю из собственного опыта, потому что у нас уже была такая пальмочка из садового центра. Ну, в общем, мы любим пальмы у нас. Много пальмы, они разные. И, знаете, в начале двухтысячных появилось много садовых центров с какими-то неимоверными, замечательнейшими растениями. И однажды мы с мужем, будучи в таком центре, увидели замечательный экземпляр. Просто не смогли перед ним устоять. Это уже была такая взрослая пальмочка. Такой у неё ствол был уже около, знаете, метра. И в диаметре там более 10 сантиметров, наверное. И на верхушке, знаете, классика ствол и на верхушке такой каскад этих замечательных таких веточек. И мы, конечно, увидели, не смогли устоять и купили пальмочку. Хотя стоила она, прямо скажем, недёшево. И порадовала она нас недолго. Несколько месяцев она нас радовала. Потом мы заметили, что что-то с ней не так. Что она начинает чахнуть. И провели там всевозможную реанимацию. Но спасти её было, видимо, уже невозможно. Просто, как мы поняли, мы сделали вывод, что многие годы растение долго растущее. Оно где-то в каких-то тепличных условиях. Оно росло, формировалось. Конечно, кормилось какими-то гормонами. Потому что вырастить такое растение... В обычных условиях, я не знаю, такая пальма, наверное, всю жизнь будет расти. Ну, то есть, всю нашу жизнь нужно такую пальму, чтобы сформировать. Ну, где-то вот её сформировали. Она, конечно, красавица, но в условиях дома долго не может прожить. Поэтому растите из косточки такую пальму. И тоже она вас будет радовать. Смотрите, это же тоже красота, правда? А вырастить её очень просто. Всего лишь нужно купить финики, съесть их. Извлечь косточку, да? Вот такую. Замочить её дня на три. Знаете, многие рекомендуют потереть какую-нибудь наждачку, потому что якобы там оно твёрдое. Ну, из своего опыта говорю, что не нужно ничего там тереть, там какие-то что-то изгаляться. Нужно просто замочить дня на три и посадить вот так вертикально. Ну, в любой грунт, какой уж у вас там есть. Ну, да, про грунт вот скажу, что, ну, как по классике, как по написанному, вам скажут, пойдите купите специальную землю для пальмы. Но я вам скажу из своего опыта, что вот к чему вы эту пальмочку приучите, в том она и будет расти, она очень неприхотлива. То есть, грунт может быть любым, то, что вам удобно, конечно. Если вы живёте в квартире, наверное, можно пойти купить что-то. Если живёте в своём доме, любой грунт подойдёт для этой пальмочки. Она к грунту не требовательна. И просто вот так вертикально посадите, да? Многие спрашивают, какой стороной вот косточку, эту косточку закапывать в землю. Друзья, вот недавно тоже, ну, не недавно, уже давненько. Вот, смотрите, сеяла тоже такие косточки. Возошли мне практически все. И сегодня я их пикирую в стаканы. Ещё, друзья, важно, что для пальмочки нужен высокий горшочек. Да, у неё корни, сейчас вам покажу, не такие, вглубь идущие. И вот многие спрашивают, какой же стороной эту косточку закапывать. Вот, посмотрите сюда. Видите, у неё корешочек идёт не с какой-то стороны, а из серединочки косточки. Поэтому неважно, какой вы стороной её закопаете. Просто ставьте вертикально земельку, поливайте и наберитесь, конечно, терпения. Всходит долго. У меня всходило, ну, около трёх месяцев, наверное. Просто многие говорят, вот посадила, оно никак не всходит. Но надо набраться терпения, оно взойдёт. Всходит оно, ну, практически, я не знаю, стопроцентная у него схожесть там. Думаешь, я сажу вот в такой горшок. Ну, не в горшок, у меня пока стакан просто нет горшочков. Так, делаю там глубокую такую дырочку. И посажаю эту пальмочку в увлажнённый грунт. И всё. И ухаживаем. Как мы за ней ухаживаем? Ну, как за всеми, в принципе, комнатными растениями. Ничего особенного для этой пальмочки не нужно, я так скажу. Ну, конечно, если в квартире плохая влажность, то ставьте увлажнитель. Это вообще нужно для всех растений. Не только для растений, а для нас самих. Ну, у нас в доме влажности достаточно. Поэтому мы увлажнителя не ставим. И чувствует она себя, как мне кажется, нормально. И без увлажнителя, и без опрыскивания. Ну, по крайней мере, в зимний период не опрыскиваемые растения. Ну, и вносите удобрения, как обычно, как для всех растений. Обязательно, конечно же, раз в две недели удобряйте растения. Потому что, ну, как для такого вот экземпляра. Потому что, знаете, грунт, наверное, да, не имеет значения. А имеет значение вынесения удобрений. Потому что в грунте уже, понятное дело, ничего нет. Эта пальмочка уже съела все полезные вещества из грунта. Их нужно вносить регулярно. Садите, друзья. Ухаживайте. И такая пальмочка вас будет долго радовать. До свидания. Заходите в гости. Подписывайтесь на наш канал.